Сегодня у нас стали комикс Аквамен, книга вторая. Восхождение черной манты от автора Дэна Абнета и художников Скотта Итана, Брэда Уокера и Филиппа Брионесса. Твердый переплет, глянцевая резервная обложка и 216 страниц, на которых разместились с 7 по 15 выпуск оригинальной серии, а также галерея альтернативных обложек, набросков и скетчей. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука. Абнета серьезно взялся за Аквамена и не намерен отступать, и в этом комиксе он умудряется уместить мелодраму, драму, не слабое напряжение, неубиваемый суперменский пафос и парочку интересных моментов. Но без изъянов тут конечно тоже не обошлось, о них я расскажу чуть позже. От первого тома до второго переход проходит хорошо и начинается с того места, где останавливается первый том, так что не читавшим первый том дальше могут быть спойлеры. Здесь Манта продолжает дергать за ниточки, чтобы подпортить жизнь Аквамену и обитателям Суши. Ему удается взять под контроль террористическую группу Немо, и теперь он планирует спровоцировать войну Атлантиды против США. И дипломатическая напряженность, проблемы, инциденты в этом комиксе уже конкретно перерастают в разгром нашего главного героя. Что меня уже начинает немного раздражать, так это одна и та же тема противостояния обитателей Суши и Океана. Ну серьезно, когда уже авторы, пишущие истории про Аквамена, закончат мусолить эту тему? Неужели не может быть других проблем в океане, кроме как назойливые людишки с поверхности? Лично мне хватило трона Атлантиды. Артур как персонаж это просто Артур. Мне хочется видеть в нем больше глубины и проработки. Да, он будучи непризнанным королем взошел на престол. Да, есть у него мера и близкая связь с ней. Но блин, Абнет, бро, нам этого мало. Хочется чего-то еще и, например, больше и лучше обыгранной придворной интриги. Этот комикс мог бы быть игрой престолов в море, если бы он был правильно написан. Над вторым томом, как и над первым, работало много художников. Но все они, видимо, договорились и пришли к общему визуальному решению. Так что не ждите здесь резких стилистических переходов. Все нарисовано примерно в одной манере, что есть хорошо. Рисунок сам по себе достаточно яркий. Часто искрит золотой броней Аквамена и радует глаз бирюзовыми морскими пейзажами. От себя лично я могу порекомендовать этот комикс только ярым фанатам чувака с вилкой в руке. А приобрести этот комикс вы можете в магазине Комикс Стрит. Ссылка будет в описании. Ну и как всегда, по традиции, не забывайте подписываться на канал, если это еще не сделали. Ставьте лайки и заходите в группу ВКонтакте, где вас ждут великолепные фотопревью новых комиксов. Информационный партнер Комикс Сойт. Субтитры сделал DimaTorzok